приветствую коллеги и сегодня в рамках передачи зеленые уголки москвы мы будем гулять по богородскому району на востоке города ну и также еще сегодня мы закончим район крылатская который находится на противоположной стороне на западе вот но давайте начнем с богородского района и первое место где ну в принципе можно было бы погулять это ивантеевская улица вот ивантеевская улица которая идет вот собственно от метро бульвара косовского в этом смысле до нее добраться очень просто доезжайте до метро выходите сразу попадаете на улицу просто никуда вы больше фактически не попадете ну то есть фактически все выходы идут сюда ну открытый шоссе и здесь как раз вот это метро бульвара косовского это конечная станция красной ветки вот и соответственно идет она отсюда и заканчивается она ну непосредственно прям в лосином острове то есть прям конкретно идет туда то есть фактически улица такая тупиковая да ну по крайней мере в проезжем отношении то есть вот она здесь идет и дальше открывается прямо непосредственно вот сам парк лосиный остров дальше машины проехать не могут там стоят ограничители а люди могут дальше там и погулять по участию вот этого лесопарка значит но что касается прогулок по этой улице то она ну скажем так ну не очевидно да почему потому что с одной стороны вот мы видим что эта улица она представляет собой бульвар да то есть две проезжие части одна вторая да и между ними ну принципе такое широкое пространство однако на самом деле в настоящий момент для прогулок эта часть практически недоступна да то есть между улицами здесь особо не погуляешь за исключение вот этого отрезка который ну вот скажем так идет между пятым проездом подбельского и дальше вот сюда ну дальше по сути уже вот здесь до 3 между пятым третьим ну и туда дальше уже вот в принципе ближе уже к началу вантеевской улице уже к старым жилым домам которые там есть вот в принципе здесь конечно погулять можно но даже в это в этом отношении здесь тоже ну особо не разгуляешься потому что как такового сквера здесь нет здесь просто есть ну газоны по которым во многом ну проложены такие народные тропки да и принципе можно погулять ну и конечно самое благоприятное для прогулок это конечно вот эта часть это в общем то здесь у нас самое начало этой вот ивантеевской улице вот и здесь как раз вот гулять как раз можно да ну а здесь проблема в другом здесь проблема в том что гулять можно но здесь ну скажем так немножко даже страшновато потому что мест он такая достаточно мало обитаемая да здесь конечно народ живет гуляет тоже ходят но особенно к вечеру да вот здесь конечно очень не очень-то приятно потому что действительно такая достаточно густые заросли местность довольно диковатая рядом железная дорога на общем в общем конечно тоже прогулка здесь особенно конечно уже скажем так в темное время суток или или там рано утром и так далее, ну, то есть вот, когда народу не очень много, ну, в общем, требует всё-таки определённой такой, ну, наверное, всё-таки смелости, да, вот, в некотором смысле, куража. Хотя погулять здесь вполне можно. Вот, значит, ну, да, вот, да, кстати, здесь когда-то раньше тоже был бульвар, но здесь находились электропередачи, когда-то вот надо, почему, собственно, этот бульвар, он образовался, да, потому что когда-то здесь проходили лэпы, да, высоковольтные линии электропередачи, сняли опоры и, соответственно, были натянуты провода, то есть по которым, соответственно, шёл ток. И продолжалось это до конца 80-х годов, то есть до конца советского времени, когда эти линии просто убрали под землю, они никуда не делись, просто они сейчас проходят под землёй. Вот, и в результате вот образовалось такое пространство. Кроме того, также здесь, вот где сейчас находится открытая автостоянка, раньше тоже была вот часть бульвара, вот, тоже линии электропередачи проходили, ну, а сейчас потом, когда открыли станцию метро бульвара Косовского в 90-м году, то, соответственно, здесь вот внизу, под этой частью бульвара сделали оборотные тупики, но поскольку конечная станция, то, соответственно, поезда тут оборачиваются, то есть типа такого небольшого депо, ну, не совсем, а просто вот оборот составов, вот, и здесь они вот приезжают, оборачиваются и едут, соответственно, обратно туда, на Черкизовскую, Преображенскую площадь и прочее. Вот, так что здесь как бы всё, получается, вырубили, тут шла стройка оборотных тупиков, и потом здесь просто сделали уже бульвар, восстанавливать не стали, вот, и сделали вместо него просто открытую автостоянку, которая находится здесь до сих пор, естественно, что гулять здесь вы, естественно, не сможете. Ну, а теперь давайте посмотрим, как всё это выглядит на местности. Значит, начнём мы вот отсюда, да, то есть самый, в общем-то, у нас, получается, конец этой улицы на пересечении с открытым шоссе. Вот здесь, как вы видите, здесь выделено всё зелёным цветом, да, то есть как бы такой скверик вот этот, видите, около метро. На самом деле никакого скверика здесь нету, о чём, что мы сейчас увидим, да, вот, и представляет собой пространство около метро бульвара Косовска вот такое тяжёлое зрелище, да, то есть убитые газоны, как мы видим, такой полупустынный, какой-то пустынный даже почти ландшафт, то есть как будто это не Москва, а, в общем, какой-то город где-нибудь там в Средней Азии, или вообще где-нибудь там в Иране, вот там обычно тоже такие вот пейзажи, что-то такое подобное, да, когда там, вот, песков ещё можно побольше насыпать и всё, вот такие вот города. Вот, значит, ну, зато здесь, с другой стороны, конечно, много скамеек, плитки полно, так что вот видите такие вот пространства, пожалуйста, вот, в окружении пятиэтажек, ещё старых, которые все попали в программу реновации, будут сносить, вот, но они, кстати, числятся не по Ивантьевской улице, хотя некоторые стоят по ней, а по открытому шоссе, преимущественно рядом находящемуся, там полно корпусов, но я все их показывал, и все, которые попадут в реновацию, я тоже все показывал. Ну вот, значит, поэтому если хотите здесь, конечно, отдыхать и гулять, то никаких проблем в одном смысле нет, но сами понимаете, что отдыхать на таких пространствах под плиткой, под такими газонами, эстетически, да, и физически это не так-то и просто, особенно, когда жаркая погода, вообще ни одного практически деревца, ну вот какое-то одно тут взялось, ну толку-то от него, да, вот, то есть здесь подсолнухи, кстати, переход, который скоро снесут, и тоже, ну я уже говорил об этом, будут строить высотные дома. Вот такие пейзажи открываются, поэтому, ну, скажем так, площадка такая довольно специфическая, да, для отдыха. Полно скамеек, тут же трамваи шумят, там же открытые шоссе, то есть здесь и шум большой, и вредность большая, и метро тут проходит, народу всегда полно, ну, в общем, тут целый, как-то, букет всяких неблагоприятных факторов. Вот так выглядят газоны, да, что-то такое ужасное просто. Как будто, знаете, выжгли просто каким-то химическим веществом, просто конкретно, вот, да, чем-то страшным таким, вот, всё просто испепелили и всё, и от них фактически ничего не осталось. Вот, поэтому, ну, здесь отдыхать, конечно, сами понимаете, отдых такой специфический. Но если вы кого-то ждёте или там свидание назначаете, это одно дело. Это, конечно, можно, но в плане именно гуляний, прогулок таких нормальных, хороших, это, конечно, явно не подходящее место. Вот, хотя, вот, видите, вроде показано зелёным, ну, как вы видите, зелёного здесь практически нет. Ну, а теперь давайте перемещаемся дальше. Опять же, повторю, здесь открытая автостоянка, ну, вот, поэтому здесь, естественно, что делать нечего, да, проходим это место, и дальше мы уже попадаем вот сюда, да, соответственно, ближе к дому 20 по Ивантеевской. Вот, ну, и, соответственно, здесь у нас будет дом 29 по вот этой Бойцовой. Ну, он как бы на перещине находится с Ивантеевской улицы. И вот здесь уже, как я говорил, открывается фактически сквер, да, то есть это выглядит вот так. Вот здесь уже действительно, ну, не столько сквер, сколько просто так, ну, да, в каком-то смысле сквер, хотя, ну, может быть, не вполне полноценный, потому что я ещё раз говорю, что по нему не проложено дорожек, нет скамеек, то есть, ну, всё-таки непременных атрибутов какого-то сквера, да, потому что, ну, просто газон, есть газон, здесь просто газон фактически, и по нему проложены такие вот, как видим, народные трубки. Ну, естественно, что здесь погулять можно, но в основном, ясное дело, в общем-то, здесь, конечно же, люди в основном просто ходят к своим домам, вот, подходы идут, и, в общем, понятно, вот, что здесь особо не погуляешь. Вот, вот, пересчение с третьим проездом Подбельского, который вот так вот пересекает Ивантеевскую улицу. Ну, в общем, вот эта часть, она почти непригодна для прогулок, хотя, конечно, ну, можно немножко там по газончику прогуляться, под народным трубком, ну, так себе, конечно, прогулка. Идём дальше, теперь идём, соответственно, вот сюда, то есть, сейчас сделаем, уже вот сюда мы идём, да, за третий проезд, вот, уже в сторону начала Ивантеевской улицы. Вот, ну, здесь вот уже что-то более-менее похожее, во взгляд, назад. Вот здесь уже появляются, действительно, такие асфальтированные, даже небольшие дорожки, и вот люди по ним идут. В основном, конечно, здесь гуляют с собаками, либо, соответственно, тоже проходят к своим домам, ну, скажем так, по такой части. Здесь уже, как видим, газоны, здесь уже появляются взрослые деревья, ну, может быть, прям не шибко много, но всё-таки они есть, вот, ну, то есть, уже как-то есть тропинки, то есть, это уже какая-то, действительно, часть сквера, по которой можно вполне пройтись. Ну, тут, там, часть Национальной гвардии когда-то внутренних войск была, вот, между третьим проездом под Бельском и Ивантеевской улицей. Ну, а мы идём туда к началу, да, как видим, такие вот у нас пейзажи. Здесь уже вполне неплохо, хотя, опять же, не всё, конечно, прекрасно, потому что много всё-таки открытых мест, и когда будете идти, то тут, конечно, будет припекать, и тоже не всегда комфортно. Но всё-таки более-менее эта территория предназначена уже для прогулок. Вот, идём дальше. Всё время идёт такая дорожка, от неё отходят и народные тропки, иногда асфальтированные. Вот. Ну, вот всё, да, здесь у нас, собственно, заканчивается, да, то есть, мы пришли вот сюда, вот, здесь у нас, до первого проезда под Бельского, да, то есть, первый проезд под Бельского, здесь у нас сквер заканчивается. Вот, то есть, вот эта часть, да, вот он, первый проезд, он отходится сюда, как раз от первой Вантеевской, и всё, здесь у нас вот, по сути, вот этот сквер, по которому мы шли. То есть, пригодно для прогулок особенно, да, это вот часть сквера вот эта, которая находится между третьим и первым проездом под Бельского. Вот эта часть. Вот она особенно пригодна. Ну, немножко, опять же, повторюсь, можно идти от пятого проезда, но здесь она не так комфортна, особенно, конечно, вот эта. Небольшая часть, но всё-таки можно. Но это имеет смысл, конечно, здесь вот гулять, особенно, если мы идём дальше. Дальше идём именно в сторону Лосиного острова. То есть, мы хотим идти туда, наша конечная цель именно Лосиный остров. Вот, и здесь мы увидим старые двухэтажные дома, ещё, так сказать, это когда-то посёлок почтовых работников имени Подбельского, вот, работников почтовой связи, работников почт, а Подбельский был наркомом, как раз, вот, именно почт, вот, в советское, в раннесоветское время, да, и вот был, здесь когда-то было старое Ельнинское болото ещё находилось, такая была болотистая местность, недалеко Яуза протекает, вот, ну, а, соответственно, здесь домов не было. А вот в 1650 году построили вот такие вот двухэтажные дома, очевидно, раньше их было больше, сейчас осталось только буквально три дома здесь. Ну, такие красивые, интересные, скажем так, дома. Может, они не очень красивые, но они, скажем так, довольно оригинальные, особенно по сравнению к окружающей застройке, там, пятиэтажек и более высотных домов, ну, и в целом, вообще, нынешние застройки Москвы, где уже такие домики встречаются довольно редко. И вот здесь уже как раз начинаются, пожалуй, самые такие красивые живописные места, то есть здесь уже вот перед входом в парк Лосиный остров здесь уже начинается полно зелени, здесь уже, в общем-то, есть где разгуляться, вот, тут действительно люди живут, ну, можно сказать, как в раю такой тупиковый, вот здесь она начинается прямо с тупика, Ямантеевская улица, все, машины здесь останавливаются, дальше проезда нет, как видим, стоят вот эти блоки бетонные и уже тут фактически дальше не проедешь, хотя некоторые пытаются, но все равно там дальше фактически проезда нет, асфальт заканчивается и начинаются уже народные трубки. Но, понимаете, здесь, конечно, что хорошо, здесь вот действительно прекрасная природа, просто прекрасная, да, то есть она первозданная, она такая, какая есть, здесь никто ничего не косит, здесь никакого нет, так называемого, благоустройства, вот каких-то всяких там разных архитурных форм, каких-то бордюров и все прочего такого, да, всяких таких вот новомодных штучек, там даже детских спортивных площадок здесь нет. То есть все это прекрасно, да, но здесь, конечно, проблема Тема в том, что места довольно глухие, я уже об этом сказал, и вы сами можете это видеть, что народа здесь почти нету, хотя, конечно, люди ходят, да, все понятно, но в основном местные жители, конечно, которые живут тут на Ивантеевской, на соседних там проездах, улицах, но все-таки здесь, конечно, сами понимаете, определенная опасность есть, потому что буйство растительности, кто тут, что тут там может выйти откуда-то и так далее, поэтому, естественно, что, ну, что можно сказать, будьте только осторожны, просто внимательно, желательно, конечно, ходить, может быть, там, вдвоем, втроем, как-то так, ну, вот такая вот, но здесь, конечно, прекрасно, здесь очень хороший воздух, здесь действительно почти никого нет, здесь отдыхаешь душой, вот, народ приходит иногда, конечно, вот такие скамеечки даже встречаются, можно посетить, это не одна скамейка, здесь они так иногда встречаются, немного, но они все-таки есть, такие вот подобные, почти, можно сказать, самодельные даже скамейки такие вот, и вот действительно можно здесь ощутить гармонию с природой, действительно, здесь очень красиво. Вот так идешь, и здесь вот, это, естественно, имеется вот этот вот участок, да, то есть, вот, вот это вот участок, да, то есть, вот это самое начало Ивантеевска, куда мы вошли, и дальше вот идут такие вот народные робки, а тут не все, естественно, показаны на этой карте, то есть, какие-то основные, а так они тут везде, да, то есть, под деревьями, под разными, да, вот здесь можно идти, естественно, это Кадетский корпус преображенский, вот, а здесь вот Ланинский переулок, в принципе, можно выйти туда, но, опять же, надо знать там тропки, чтобы не заблудиться тоже. Конечно, имейте карту перед собой, потому что без карты можете здесь заблудиться совершенно спокойно. И плутать там в этих дорожках. Потому что это настоящий лес фактически. Это даже не лесопарк, а это фактически лес. То есть паркового здесь очень немного. Вы попадаете практически в лес. Ну, тут вот видите, тоже рубка идет, наверное, санитарная. Это уже повсеместно встречается. Вообще Лосиный остров, он, конечно, сейчас достаточно сильно поражен разными болезнями. Вредителями. В том числе из-за деятельности человека очень сильно ослаблен. Поэтому много деревьев упавших. Ну, вот такой вот территорий. Так что здесь можете погулять. Ну, тут, наверное, особо показывать нечего. То, что я вам показал. Ну, а так, конечно, лес есть лес. Что там можно показать? Тропки всякие, деревья. Действительно, просто хочу сказать, что здесь действительно очень хорошо. И в этом смысле, я думаю, что вам здесь понравится. И в этой части. И ради этого, собственно говоря, именно стоит сюда попасть. Даже не именно ради прогулок по Ивантиевск. Это все понятно. Но именно ради этого. Ну, а здесь во дворах уже люди живут прямо среди этого леса. Практически на пушке леса. И здесь вот такие площадки. Действительно стоящие, хорошие. Дома такие. Вот видите, белье прям сушится здесь же. Около домов. Ну, то есть еще такая, знаете, полуподмосковная жизнь фактически. Да, потому что когда создавалось, все это было фактически Подмосковье. Ну, или только-только Москва еще пришла сюда. Когда этот поселок создавался с почтовиков, скажем так. Ну, сейчас, конечно, это уже Москва. Ну, а это уже контраст. Видите, погонный проезд. Уже совсем другая картина здесь. Уже более высокие дома. Вот. Так что, в принципе, сама по всей Мантеевской улице, она может быть и не очень, конечно, пригодной. И ради этого сюда, может, смысла нет. Погулять тут как-то вот особенно. Ну, а вот это, конечно, ради вот этого лесопарка, чтобы здесь погулять, я думаю, может быть, смысл и имеет приехать. Ну, и кроме того, также здесь есть Синицынский сквер, который давайте сейчас вот мы и посмотрим. Но он находится, скажем так, между Ивантеевской улицей и пятым проездом Подбельского. Ну, такой небольшой скверик, но действительно очень такой хороший, приятный.